Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать в Екатеринбург! Совсем немного времени остается до начала очередного матча фон Бет регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором екатеринбургский автомобилист примет московское «Динамо» в атаке. И он бросил, но чуть выше и чуть в сторону. Матвей Гуськов, 30-й номер, Артем Михеев, 13-й, Дмитрий Ирошевский, 96-й. Меркли возглавляет контр-атак своей командой. И бросок поворотом, и отмакивается Матвей Гуськов от этой шайбы. Адамчук, Ажиганов, третья пара защитных «Динамо», 14-й, 92-й. У автомобилиста Ник Меркли атаковал в сотню. Пошел счет динамских бросков в этом регулярном чемпионате. При этом процент реализации лучше у автомобилиста. Ну, такое часто бывает, да? Да, да. Ну и пошли во вкус, задорились, и вот никак не могут остановиться. Брасовы не выиграли, это тоже дело. И Никита Кусев сразу открывает счет в этой встрече. Комбинация – это просто великолепное понимание игры от Никиты Гусева, потому что вратарь выкатывается на границу вратарской под бросок от Минелла, да? И вернуться на возврате не успевает. Причем даже там, если проходит передача, то там пакет, который готов побороться за эту шайбу, подставить клюшку, конек или что-то еще. Здесь получился рикошет от щитка голкипера, и 1-0. Динамо выходит вперед. Автомобилист тут же мог отыгрываться, но Моторый Геннад вводит угрозу и справляется с броском Константина Семкина. Тем не менее продолжает атаковать автомобилист. Эберт на бросок. Там отборолся и дождался включения Уилла. Шайбу динамцы сохранили. Бросок Калинкова. Опять прострел вдоль ворот, но на этот раз некому замкнуть. И рикошет от динамовцев не нашли. И еще вопрос. Который сознательно от короткого борта бросал в него шайбу. Опа, 2-0 в пользу Динамо. Пока мы отмечали Меркли, отличился Чернов. И это его вторая шайба в континентальной хоккейной лиге. У своих ворот. Но после этого, опять же, продолжили атаковать. И усилиями четвертого звена создали момент Артему Чернову. И тот, несмотря на то, что дебютировал совсем недавно, 8 октября в матче против Малитогорского металлурга, но сегодня уже шестая игра и вторая заброшенная шайба. В ямке. О, правому флагу врывается в зону. Не покатился за ворота. Владимир Агалкин, походу, первого периода. 10 матчей в этом сезоне провел. 4 победы, одна игра на ноль. Решил сбить с ног с пакета. И преуспел. Снова автомобилист возвращается. И вот момент. Шайба не попадает в ворота. Хотя, казалось, до Коста. Пусть и с острого угла расстреливают уже пустой створ. Но, 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 на брассе мы в чужой зоне в начале первого периода, второго периода. Ну, зачем? Вот сейчас Лерки забивает. И как бы все прекрасно и удивительно было для автомобилиста. Но Максим Матарыгин против категорически. Ну, стараемся выполнять. Хорошо, что забили голы. Хорошие голы забили. Поэтому будем работать дальше. Насовый выиграл, что позволяет его партнерам экономить время. 57 секунд. Бросок. Гол. Как шайба зашла, не очень понятно. Вот тогда его шестая шайба в сезоне. Значит, смотри. Доводит до Эберта. Эберт переводит на Мысика. Получает обратную передачу. И вот, смотри, прокатывается. А, от Меркли отскочила шайба в Кулышеву. И тот острого угла мгновенно сориентировался и переправил ее в ворота. Смотрят во второй период дальше этого матча. Ходит в зону. Такая пауза. И не удается занести попытку. Сделали передачу на Денежкина на дальнюю штангу. Бывальцев это был. Но не смог он переправить шайбу в ворота. Денежкин имеется в виду. Бывальцев там в позиционных атаках. Автомобилист мы видели редко. Куруянов получает возможность. Бросает по воротам. Идет по тормозам. Нужно, чтобы не упасть на Аликина. Да, подлетел в плотную. Но тут видишь, что и Голышев на отличной позиции все сработало. Ох, как Моторыгин ошибся. Но пока не могут его наказать. Не обработал шайбу Константин Хремкин. Который вот так все вокруг да около ходит. Оказывается, в каких-то мгновениях от заброшенной Зимова. Будет бросать. Осипов закрывает зону. Прострел на пятачок. И бросок с острого угла. Неточный там тянулся к шайве. Игрок на правом фланге. Поэтому бросок не получился. Денежкин опять был. Вот денежкин. Пока нет возможности смениться у четверки обороняющихся игроков Москва Студинамо. Ивальцов и Моторыгин дает такую возможность партнерам. Ну а это уже несть за попытку ударить по шайбе. Игрок у хозяев. Менел. Бросок. Высший обскок от лицевого борта. Успевает Аликин вернуться в стор. И очень вовы. Как раз открылась ему щиток. А здесь Моторыгин. Шайб за пределы площадки выбрасывает. Начинала эту встречу с Кузнецовым и Обиденом. Сейчас с Меркли и Лайптиком. Был на льду. Бросок Римашевского. Видит этот бросок. Евгений Аликин складывается. Динамсон в этом вбрасывании выиграли. Кузев получит передачу от пакета. Пару шашков вдоль синей линии. Бросок поворотом. Кудашов. Защитник. Оказался на пятаке. Да, я думаю, что начали в большинстве здорово, что забили. И, конечно, импульс придало эмоции. Болельщики погнали вперед. Думаю, в третьем периоде не хуже будет. Соберника. Садамчук появляется на площадке. В полном составе играет Динамо. Меркли. Походит Голжево. Угол острый в дальний. Пытался Шайбу Голжев направить. Но в итоге не попал. Шайба покинулась в пределах площадки. Уже, да, в равных составах. 3% бросков 13 из 14. Аликин отразил вообще все. А сейчас Митарыгин свою команду вовсе вручает. И Кремкина опять. Момент нет. Бывайте. Проход, по-моему, вообще от Кремкина был. Не первый его. Скажем, плюс для автомобилиста то, что Шайбой удалось завладеть. А вот сейчас уже было интересней. Митарыгин подставил Голжев клюшку, а потом еще и до Коста добивал. Но Митарыгин находится в створе ворот. И получать в месяц. Момент у Джашвили. И не стал ведь бросать в белый свет, как в копеечку улучшал позицию. Но и Аликин выкатился. Вот это соперника. Вот сейчас. Опытка передач. Хорошо, что зря не пропадает. Более того, Динамо. Контратака 2 в 1. Пакет за счет партнера. Аккуратненько катил в дальний угол. Но Аликин и здесь разгадал замысел соперника. Успел опустив вести. Бывальцев с партнерами сейчас на льду. Екатерин Бурсов. Бывальцев бросает. Опять берет борт в союзники. И никак не могут зафиксировать шайбу. Меркли пытается затащить ее за линию. Поворот вместе со всем наличным персоналом соперников. Но в итоге вот тут разбирают эту человеческую головоломку арбитры. И видят, что Экер некому подправить. Шайба ударяется в короткий борт. А вот тут уже вполне себе полновесный бросок в створ. Более того, из-за конька соперника обиден еще и добивал. Шайба добралась до Матарыгина. Но этого из них момента практически не было. Вот в чем проблема. Денежка встречается в центр. Бросок. Улучшая шайба улетает. Опять она отскакивает от загранительного стекла. И Матарыгин прижимает ее уже в площади ворот. И получился там бросок у игрока. Их делал мужской. Вот сынов коньки. Должна вот пришла эта шайба. А вот здесь отсток после броска с отрицательного угла. А дальше Матарыгин опять сверхнадежен. Вот. Добросом от порта могли поставить. Но опять же уже накатывались игроки Динамо, незадействованные непосредственно в процедуре. Должен бросать было некуда. Гусев с сиреной поражает ворота. Да, и здесь уже дело видеогол. Арбитров определить. Пересекла ли шайбу полностью линию ворот. До того, как на табло появился ли здесь не баскетбол, где бывает живой мяч. Напряженная, интересная игра. Хорошая самоотдача, хорошее исполнение всех моментов в голову. В принципе, мы довольны содержанием и результатом. Продолжение следует...